МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Земля и её недра. Воды, растительный и животный мир. Другие природные ресурсы принадлежат народу". Именно так гласит в обновлённой версии пункт 3 шестой статьи Конституции. И именно за эту поправку в том числе, конечно, проголосовали казахстанцы 5 июня на республиканском референдуме. Так что же она нам с вами в итоге даёт? Попытаемся разобраться в этом выпуске. Всем привет! Я Бахытамир Галиева, и это программа Депутатский запрос. Пошаговое расследование самых проблемных вопросов нашей с вами страны. Работает ли такая обратная связь нас с ними? Если да, то как именно? Сегодня у нас мажоресмен Азад Перуашев, чей депутатский запрос – это практическая попытка понять, что же такое публично объявил президент. За что мы с вами большинством на референдуме и проголосовали. Что на самом деле даёт нам право на несметные богатства нашей страны. На достижение такой, казалось бы, несбыточный ещё вчера и одновременно близкой уже сегодня цели необходимо открыть обществу все детали действующих контрактов. Это в первую очередь. То есть пришло время им всё раскрыть, чтобы нам всё узнать. Какие они на самом деле условия добычи наших полезных ископаемых, включая месторождение нефти и газа, руды чёрных и цветных металлов. И это не я говорю, это депутаты на пленарном заседании мажореса парламента публично заявляют. Привлекая крупные иностранные инвестиции в первые годы независимости, ввиду отсутствия наработанной репутации и опыта, неустоявшегося делового климата, нередко сложности залегания природных богатств, наша страна была вынуждена идти навстречу пожеланиям и условиям иностранных сырьевых гигантов. Однако с тех пор родилось и выросло новое поколение казахстанцев, стали другими и страна, и общество, перед государством стоят новые задачи развития. Мы же с вами ещё со школьной скамьи знаем весь масштаб уникальности нашей страны. Истинный размах богатства её недр. Вся таблица Менделеева. Это же в учебниках написано. В недрах Казахстана официально разведано 99 элементов таблицы Менделеева. Благодаря выгодному географическому положению мы обладаем большими запасами золота, вольфрама, меди, свинца, цинка и других, в том числе редких полезных ископаемых. По разным оценкам, только запасы лития в наших недрах составляют около 50 тысяч тонн. Кроме того, в Казахстане имеется значительное количество других ценных ископаемых, таких как мышьяк, борид, молибден и фосфориты. В наших недрах сосредоточена треть мировых запасов хромовой руды и 25% марганцевых руд. Казахстан является одним из крупнейших обладателей минерального топлива. Доказанные запасы нефти составляют 30 миллиардов баррелей. А по объёмам добычи урана, государство занимает лидирующую позицию в мире. Недра – это национальное достояние. Решение о доступе к ним путём кулуарных обсуждений в тиши кабинетов должно быть поставлено вне закона. Соответствующие органы обеспечат контроль по данному вопросу. Нефть – конечно, это самое главное наше минеральное богатство. Так кто же добывает казахстанскую нефть? Всего по Казахстану заключено 274 контракта на недропользование, в том числе 9 СРП, то есть соглашение о разделе продукции. Самые крупные месторождения – это Кашаган, Карачаганак и Тенгиз. Зачем я перечисляю эти 7 известные факты, спросите? Так это не я. Это из того самого депутатского запроса Азата Перуашева. Справедливые доводы надо признать. Сами судите. Если теперь по конституции все недра принадлежат казахстанцам, то инвесторы должны открыть собственникам земли, то есть нам с вами условия, на которых кто-то пользуется нашими недрами. Правда, тут есть одна заковыка. Контракты на то самое недропользование заключены 30 лет назад. По контрактам Тенгизка, Кашаган, Карачаганак, которые были подписаны в 90-е годы, по ним закрыты тендерные процедуры. Да и в целом их соглашение под грифом «секретно». И это говорит о том, что мы должны будем при предоставлении ответа на конкретные запросы, мы должны запрашивать одобрение, согласие будем говорить той стороны. Согласие, что было понятно, это не из-за того, что это связано с репутацией, с репутационными рисками самого международного консорциума. Изменилась правовая ситуация. Отныне эти недры не в собственность государства, а в собственность народа. Мы считаем, что вопрос с учетом изменения Конституции, изменения уклада характера отношений между инвесторами и собственником впредь не должен быть закрытых тем. Закрытых тем быть не должно. Но они есть. Информацию раскрыть, конечно, могут, но не всю, не полностью. А могут и не раскрыть вовсе. Это же интересы инвестора. Коммерческая тайна. И по факту, если правительство, допустим, даже сильно захочет обнародовать какую-то информацию, то без разрешения инвестора сделать этого не сможет. Разглашение даже какого-то конкретного пункта контракта об использовании недр требует согласований с той стороной, с фактическим недропользователем. А у недропользователей есть партнеры, совладельцы, совет директоров. Неважно. И с каждым нужно согласовать. И если кто-то один против, информация остается закрытой. В ином случае Казахстану грозят репутационные риски и даже международный арбитраж. Стоит оно того? В депутатском корпусе считают, что знать условия контрактов нужно не из праздного любопытства, а из практических соображений. Так страна сможет реально решить проблемный вопрос. У нас что происходит? Вот я приведу вам наглядный пример. Самая низкая доля малого и среднего бизнеса в стране именно в добывающих регионах. Это парадокс. О чем это говорит? Это говорит о том, что наши сырьевики, иностранный инвестор гигантский, они все деньги просто выводят. Они не сгупают здесь ничего. Ни спецовки, ни питания для своих сотрудников. Сервис не заказывают у местных компаний. Запчасти для своей техники, для своего оборудования. Все это ими завозится. Дьявол кроется в деталях. В тех самых, о которых мы с вами ничего не знаем. Тех самых, которые и не позволяют казахстанцам в полной мере по-настоящему владеть собственными недрами. Да что уж там владеть. Даже элементарно работать на них и зарабатывать. Получать прибыль. Нонсенс. В огромных нефтяных компаниях-корпорациях, которые выкачивают наши природные запасы, работают подрядные организации, в которых работают иностранцы на иностранном же оборудовании. Не подступиться. Однако при всем при этом мы еще сами создаем для их благополучного процветания все возможные и невозможные условия. Странно, нелогично, обидно даже. Они относят к местному содержанию налоги уплаченные. Они относят к местному содержанию тарифы за коммунальные услуги, счета за отели, где они прожили, счета в ресторанах. И такая практика тоже была. Раз там такие большие обороты, такая большая доходность, то там даже больше заказываться сервиса, обслуживание, вплоть до бабушки, которая пирожки продает у проходной рабочим, на смену которой приехали. Понимаете? Распределение дохода от добычи природных ископаемых – это и бабушка с пирожками, или вот с нашими домашними баурсаками в том числе. Вот как это должно работать, считают депутаты. Да и все остальные граждане тоже. Правда? Но это в идеале. И до идеала нам еще объективно работать и работать. Два года назад, например, был создан Центр нефтегазового машиностроения. Ежегодно страна закупает оборудование на сумму до 2 миллиардов долларов. И этот самый центр должен был привлечь в Казахстан производителей, состыковать их с местным бизнесом и помочь создать совместные, уже фактически отечественные производства по выпуску продукции на нашей территории. Уже в первый год работы таких предприятий должно было появиться не менее 10. Но по факту работа идет, мягко говоря, не так, как планировали в правительстве. Есть, конечно, критика, и она объективная, что, может быть, не быстро все так движется, но, поверьте, это очень сложные технологические объекты, которые работают по самым высоким требованиям и стандартам международным. Любое их несоблюдение, оно влечет к остановке всего производства. А это влечет на большие последствия на нашу экономику. Вот вы знаете, там любые остановки, мы сразу же большие потери в добыче, соответственно, в поступлении, в бюджет мы все теряем. Но это не говорит о том, что эта работа не делается. Делают. Это правда. Стараются. Пока вот затянувшаяся стадия глубокого анализа рынка. Что-что, а анализировать мы любим. В общем, на данный момент проанализировали 70 заводов и предприятий. В итоге определили пул из 23 компаний, которые, да, соответствуют международным стандартам. И в этом непростом во всех отношениях году в Казахстане появилось еще 4 таких предприятия. Те компании, которые отработали с центром, они уже сегодня создали. Есть успешные заводы, которые открылись. Это мы до этого информацию давали. Это Петровалс, например, да, по Аклапанам. Это Ханиуэл, да. Это те мировые компании, которые сегодня здесь открыли производство. И этот перечень, это только начало. Этот перечень будет расширяться. Их задача – содействовать тому, чтобы казахстанские компании получали техническую документацию, лицензии на производство продукции, которую используют наши крупнейшие операторы нефтегазовых месторождений. А этого нет. Кажется, и депутаты парламента, и чиновники Кабмина, да и мы с вами тоже в одной лодке. И весла у нас одни на всех. И гребем мы вроде все в одну сторону. Налегаем, стараемся, чтобы иностранный пассажир в нашей лодке вовремя с комфортом и куда ему надо приплыл. Простите за эту аллегорию. Депутатский запрос навеял. Давайте откровенно. С учетом поправок в Конституцию, время тех самых контрактов СРП, соглашение о разделе продукции подошло к концу. По крайней мере, в новых зарубежных контрактах интересы государства Казахстан уже прописывают по справедливости. И в этом нашу редакцию убедили. Что касается свежих, новых контрактов, которые заключаются сейчас, то безусловно за 30 лет независимости Казахстан уже накопил определенные компетенции, уже выросло поколение грамотных специалистов. То есть многие вещи Казахстан уже может делать, то, что он не мог себе позволить в начале 90-х. Поэтому, соответственно, те соглашения, которые заключаются сейчас, они должны уже делаться на паритетных условиях как минимум, а как максимум доля Казахстана и условия Казахстана должны быть приоритетными. Стоп, стоп, стоп. Вы слышали? Доля Казахстана. Только доля. А задача стоит, чтобы она, доля Казахстана, была львиной. Это мы должны говорить, как и на каких условиях, а не нам. Наши интересы должны быть выше интересов иностранных инвесторов. Это же базовая реформа в Конституции. Президент Касымжум Артукаев не случайно признал нераскрытым ресурсный потенциал. Геологоразведка в нашей стране, люди причастные знают, дороже добычи. Новые контракты и новые условия – это хорошо, но где взять новые месторождения? Выкачивают из тех, которые известны с прошлого века. Отрасль недропользования нуждается в новом импульсе, особенно в части геологоразведки и комплексного изучения недр. Реформы, начатые в рамках плана нации, следует довести до практического завершения, создать открытую цифровую базу данных геологической информации, обеспечить к ней доступ инвесторов. Вот, слышали? Инвестору, неважно, казахстанскому или зарубежному, нужны четкие, понятные, прозрачные, как любят говорить, условия контракта, чтобы видели не только все свои выгоды, но и все свои обязательства перед действительным собственником – народом Республики Казахстан. Зарабатывать – пожалуйста, зарабатывай, но и в экономику страны из недр, которой что-то добываешь, будь добр, вкладывай. Так справедливо, по совести. Инвестор, в любом случае, он пришел на рынок Казахстана, чтобы зарабатывать, и он эти деньги может реинвестировать в Казахстане, либо направить в свою материнскую компанию, в головной офис. Конечно, хотелось бы, чтобы больше Казахстан и ГАЗ участвовал в проектах. Но вернемся к депутатскому запросу, или точнее, к админовскому ответу. Премьер-министр Алихан Смаилов тоже подтверждает, что по сути бессилен в вопросах контрактов с недропользователями. В том самом СРП, соглашение о разделе продукции с иностранными инвесторами, предусмотрено обязательство по конфиденциальности. Правительство, как бы ни хотело, раскрыть условия контрактов в одностороннем порядке не может. Мы же с этого свое расследование начинали, помните? Нет, конечно. Профильное министерство энергетики без дела не сидит, старается. Но когда с полномочиями не все так просто, каким и когда будет результат? Поскольку собственником является народ, нельзя использовать ресурсы, принадлежащие собственнику, втайне от этого собственника. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы информация была все-таки более полной. Но тут еще видите, ответ правительства достаточно корректный, надо признать. Они же говорят об одностороннем. Соответственно, наверное, из этого истекает, что правительство должно начать переговоры с участниками этих соглашений о разделе продукции о том, что условия этих соглашений должны быть открыты в связи с изменением правовой обстановки в Казахстане. Вот так и работает депутатский запрос. Можилиси спросили, почему? В Кабми не ответили. И позиции всех предельно четко прослеживаются. И президента, и правительства, и парламента. И очевидно, что позиции все совпадают. Дело, кажется, осталось за малым. Поживем, увидим. А мы на этой площадке обязательно к этой теме еще раз вернемся. А пока прощаюсь с вами до следующего понедельника. Наша редакция выберет следующий депутатский запрос и тщательно проследит его предысторию и судьбу. Не пропустите эфир и следите за нашими выпусками на сайте 24КЗ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова